Здравствуйте, друзья! Сейчас мы находимся на ретрите киевской еврейской мессианской общины. Уже, можно сказать, после. Вы видите, там уже собирают скамейки, да, после. И я сегодня был практически весь день здесь. Удивительная атмосфера молитвы, поклонения, жажды по Богу и сбалансированного учения. Мы говорили о слышании Голоса Божьего. Сила, сила. Принимаем это все как пожелание верой к исполнению. Сегодня мы слышали очень сильно о том, что, во-первых, мы можем слышать Голос Божий. Во-вторых, нам нужно учиться слышать Голос Божий, потому что это возрастает. Мы можем в этом возрастать, это не просто разово. Нам нужны люди, чтобы слышать Голос Божий, чтобы проверять себя. Очень сильно делился об этом Борис Саулович сегодня. Надо хранить свое сердце в смирении, потому что гордость мешает нам услышать Голос Божий и искажает его. Для нас, что еще мы сегодня говорили? Проверять по фактам. Проверять по фактам. Но в первую очередь по Слову Божьему. По Слову Божьему и по фактам. Да, об этом мы сегодня говорили. Бог живой и хочет с нами общаться. Учитесь слышать его Голос, но пусть эта учеба слышать его Голос, реальный его Голос, она будет с мудростью. И очень важны духовные люди, пастыря, лидеры в этом, чтобы был баланс. Потому что с одной стороны Бог напрямую с нами общается, а с другой стороны Он поставил одних пастырями и все другие дары к совершению святых на дело служения. В полноту возраста. Сергей рассказывал на примерах последних пары лет, как Господь вел его, часто совершенно неожиданными путями. И действительно, знаете, загорелась у многих из нас жажда быть ближе к Богу. Быть послушным Духу Святому и открыться для послушания любым даже совершенно нестандартным и непривычным путем. А таким, как Он захочет и выберет. Но Он не может выбрать за нас. То, что Он выбрал лучшее для нас, должно быть выбрано нами, чтобы стать нашим. И вот об этом Сергей говорил. И в этом ключе, и еще на похожие темы мы вместе говорили и молились. И хочу сказать, что Дух Святой касался сотен и сотен сердец здесь. И это была реальная победная точка, вернее восклицательный знак в завершении календарного ретрита. Потому что завтра и посредавтра он еще продолжится на шабате и на длительной молитве. Спасибо всем за служение искателей Бога и за возвращение в родную, можно сказать, вторично украинскую землю Сергея Шедловского со всей дорогой и нами любимой семьей. Оле и детям шалом. Мы любим вас, благословляем. Приглашаю вас на ретриты киевской еврейской мессианской общины. А ближайший будет Бенуэл в совместном уединении с Богом в феврале месяц. С 10 по 16 февраля. С 10 по 16. Это будет здесь недалеко, в Пуча Водица, буквально за углом семинария. Да, межцерковное, межконфессиональное молитвенное событие, межцерковного, международного молитвенного движения искателей Бога. Приглашаем всех. Борис Саулович там будет учить и молиться. Насчет учить не знаю, но я точно приду туда, чтобы побыть в атмосфере настоящего, Божьего, новозаветного Пенуэла. И получить то, что я получал там, утвердиться в этом и развивать. Чего и вам желаю, друзья. Увидимся, друзья. С Богом. С Богом, Легитра Ол. С Богом, Легитра Ол. С Богом, Легитра Ол.